Добрый день. Решил показать небольшое видео как продолжение моего видео про разницу FELL и MEL в Dolby Vision. Как мы выяснили в том видео, если вы пытаетесь смотреть фильм с FELL слоем, то вы теряете важную часть информации о яркости, когда у фильма, например, базовый слой имеет 1000 нит MDL, а FELL слой позволяет увеличить MDL до 4000 нит. В этом случае вы не сможете увидеть исходную яркость на плеерах, которые не умеют воспроизводить FELL. Также RPU будет в таком случае применяться к базовому слою видео без части EL слоя, что будет влиять на цветопередачу. У меня накопилось много видео в Dolby Vision и оказалось, что достаточно много фильмов, у которых FELL слой предназначен не для увеличения яркости выше 1000 нит, а для цветокоррекции и восстановления деталей и шума исходного видео. Давайте покажу вам на примерах. Для начала вернемся к прошлому видео. Назад будущее. Это будет отправной точкой для понимания. Смотрите. Как мы видим, в большинстве эпизодов изображение EL слоя – это белесое светлое изображение с минимумом цветовых добавлений. FELL слой в основном увеличивает яркость. То же самое и с фильмом Rocketman. EL слой содержит информацию о яркости до 4000 нит. А вот например с постили до Урайна. Тоже EL слой расширяет яркость до 4000 нит. Но обратите внимание, добавляется еще и цветовая информация. А вот фильм Вавилон. У него MDL 1000 нит. EL слой не для добавления яркости, а для добавления цвета и шума. Теперь еще несколько фильмов. Во всех них то же самое. Бел влияет не на яркость, а имеет цветовое смещение. Например фильм «На гребне волны». Видно, что по всему EL слою есть небольшой оттенок красного цвета. И еще один пример. Фильм К19. EL слой призван добавить цветовую информацию, а не яркость. Я вам покажу как это выглядит на графиках и скриншотах. Чтобы показать влияние на изображение фил слоя. Это скриншот из фильма К19. Вот так выглядит HDR изображение. Сделан тонн маппинг под 100 нит, чтобы лучше было видно. А вот так фил слой для этого момента. С тонн маппингом под 100 нит. Если посмотрим пипеткой, оригинальное значение цветов видно, что EL слой добавляет красный и синий цвет в изображение. А вот HDR слой в оригинале и HDR плюс EL слой, склеенный при помощи бекет процесса. То есть когда данные двух слоев объединяются на компьютере, примерно то же самое вы должны получить на плеерах с поддержкой фил. Видно, что изображение стало более красным и видим значительно большую зернице изображения, так как добавился исходный шум из оригинального изображения. А теперь сравним. То, что выводит плеер, например это Yugusa M6, это изображение с фил, а это восьмой профиль, когда EL отключен, но RPU оригинальный. Видим усиление красного оттенка, немного увеличившуюся зернистость, из-за добавления шума из EL слоя. Но если сравнить с тем, что сделал бекет процесс, то там шум более выраженный. Это объясняется более качественным процессом интерполяции. Ведь не забывайте, что EL слой имеет разрешение Full HD, а не 4К. Вот на графиках тоже видно, что есть усиление красного канала, если сравнить фил и восьмой профиль. А вот сравнение для плеера Oppo, который тоже умеет использовать фил. Ситуация примерно такая же. Но если мы сравним, как оба плеера вывели, например, видео фил, то видно, что у AM6B есть небольшой сдвиг в сторону красно-малинового относительно изображения Oppo. Я проводил целое исследование по поводу таких отличий и объяснял, что это из-за использования разных алгоритмов интерполяции цвета. Ведь у нас произошло дополнительно несколько преобразований цвета для Dolby Vision. То же самое можно наблюдать и если делать вывод в TV-лет режиме. Также видим отличия в цветовых каналах между фил и восьмым профилем. Смотрите на красный график, это на самом деле сумма синего и красного канала. И здесь обратите внимание, разница между восьмым профилем между Oppo и AM6B стремится к нулю. А вот фил видео имеет отличия, так как у нас хоть и не применен RPU к видеопотоку, но объединение базового и EL слоев уже произошло. А также было дополнительное преобразование из YCBCR в RGB и ITP. Поэтому здесь присутствует эта разница, опять же обусловленная разными алгоритмами интерполяции цвета. Вот я вам покажу в чем проявляется это на мультфильме, так как там цвета более насыщенные и разница видна значительно лучше. Масштаб 200% это канал красного цвета. Если присмотреться, видно, что Oppo использует ближайший сосед для интерполяции из 420 в 422. Изображение как бы из полосок. А вот если включить синий канал, здесь ситуация еще хуже. Сравните изображение у AM6 и Oppo. Мало того, что видны зазубрины от использования ближайшего соседа, так еще и видим очень сильное смещение изображения. Это из-за того, что синий канал не согласован по выводу с другими. Про этот дефект рассказывала Стейси Спирс. Он есть у плеера Oppo и возможно других плееров на чипе Mediatek. Вот для примера изображение Fire TV Max и Fire TV Stick 4k, у которых тоже чип Mediatek. Такого сильного отклонения синего канала нет. Поэтому нельзя сказать, что Oppo имеет идеальный процессинг в Dolby Vision. Но не волнуйтесь, это страшно только если рассматривать отдельно каналы цвета или тестировать на специальных тестовых шаблонах. Смотрите, я сейчас включу RGB назад, и вы вряд ли отличите изображение с разных плееров даже на 200% масштабе. Точнее отличия будут в яркости и насыщенности, потому что в этом мультфильме используется еще и изменение насыщенности в L2, поэтому плееры с Fell выглядят более сочно. Хотя я и скорректировал в яркость плееров, чтобы они более одинаково смотрелись. Какой вывод можно сделать? Fell-слой – важная часть изображения, и плееры, которые не могут его воспроизвести, будут выдавать другое изображение, чем плееры, умеющие обрабатывать Fell-слой. При этом для фильмов с MDL 1000 нит, в которых Fell-слой восстанавливает цвета и шумы, разница будет именно не в разной яркости, а в более насыщенном красном канале и большем исходном шуме. Важность конкретно для вас этого изменения вы должны решить сами. Учтите, что чем выше яркость телевизора, тем меньше будет видимая разница для таких видео. Потому что когда ваш телевизор, например, имеет 600-700 нит, то алгоритм Dolby Vision будет делать сжатие диапазона и будет сжимать не только яркость, но и цветовые оттенки будут изменяться сильнее. Поэтому разница будет больше и в цветах. А вот если у телевизора больше 1000 нит, то этого не будет происходить и разница от Fell-слоя для видео с RPU и MDL в 1000 нит будет менее заметна, но все равно она будет. Поэтому решать вам. Кому хочется референсной картинки, безусловно, есть смысл в плеере с Fell-поддержкой. Но если вы не будете сравнить два плеера рядом, то вряд ли вы заметите большую разницу. Так как, как я показал на примере с миньонами, на разницу в цветах наши глаза реагируют значительно меньше, чем на разницу яркости. И плюс мозг умеет адаптироваться к изображению. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Можете даже поддержать донатами. Следующее видео, надеюсь, будет про калибровку телевизора в HDR-режиме. До свидания.